В Киеве сочли невозможную встречу Зеленского с Путиным в Москве. Как заявил украинский вице-премьер Езников, Украина в первую очередь должна обсудить с Россией конфликт в Донбассе и только потом двусторонние отношения. Российский президент ранее отметил, что переговоры Киеву надо вести с ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский не примет приглашение Путина. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, предложение российского президента встретиться в Москве кажется странным. Цитирую, во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с представителем страны-агрессора. Конец цитаты. Резников не только замглавы правительства Украины, но ее представитель в трехсторонней контактной группе, так что это можно считать вполне официальным ответом Офиса президента. По его словам, Зеленский сначала должен обсудить с Москвой завершение войны в Донбассе и отвод российских войск из Донбасса и Крыма, и только после этого восстановление отношений между Россией и Украиной. Комментирует директор Киевского центра политического анализа ПЕНТа Мерфисенко. Путин предлагает обсуждать совсем другое. Более того, без согласования места встречи он предлагает встретиться на своей территории. Знаете, это как раньше ханы Золотой Орды вызывали русских князей к себе вставку для получения ярлыка или для наказания, но украинский президент это не воссал. Это Лукашенко. Едет регулярно на ковер к Путину и обсуждает с ним условия своей дальнейшей судьбы. У нас другая ситуация. Думаю, что рано или поздно придется встретиться. Возможно, в формате встречи лидеров нормандской четверки, как это уже было не раз. Один раз было и Зеленским, раньше это было с Порошенко. Все равно придется рано или поздно встречаться с украинским президентом и по международным правилам. Да, конечно, может появиться и некое заявление от офиса президента Украины, но, на мой взгляд, достаточно и заявление, которое сделал Алексей Резников, наверняка оно было санкционировано. А офис президента для себя оставляет пространство для маневра. И еще раз подчеркну, встреча с Путиным для Зеленского не является самоцелью. Это инструмент. Инструмент урегулирования конфликтов на Донбассе. Владимир Фисенко, директор Киевского центра политического анализа ПЕНТ. Обстрелы в Донбассе возобновились в марте. До этого 8 месяцев действовал режим прекращения огня. На этой неделе состоялись две встречи по попытке урегулирования ситуации на уровне советников лидеров нормандской четверки и в рамках трехсторонней контактной группы. Российская сторона заявила, что переговоры прошли безрезультатно. Представители Украины, Германии и Франции в нормандском формате отметили, что на встречу не пошла именно Москва. Чтобы призвать Россию на диалог, Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Но российский президент напомнил, что Москва в конфликте лишь наблюдатель, а переговоры Киеву надо вести с ДНР и ЛНР. Пригласив Зеленского в Москву, Путин и не рассчитывал на согласие, считает руководитель Центра украинских исследований, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Виктор Мироненко. В Париже на последней встрече в нормандском формате был очень интересный эпизод, когда, видимо, те же самые предложения, которые озвучали из уст президента Российской Федерации, были сказаны тогда. И на это Владимир Зеленский дал короткий и, по-моему, ясный, исчерпывающий ответ, который я понимаю. Он сказал, что, Владимир Владимирович, если я выполню то, чего вы просите, то вы в следующий раз будете разговаривать с другим президентом. Поэтому у меня ощущение, это частное проявление общей ситуации, когда политическая ситуация зашла в тупик и начинается царство абсурда политического, всяких заявлений и так далее. К сожалению, ситуация находится в очевидном тупике. И выхода пока что из этого тупика я не вижу. Хотя, в принципе, что можно сказать об этом? Ну, если мы не хотим воевать, а воевать мы не хотим, тогда нужно встречаться и разговаривать. Но для этого нужно достичь, ну, хотя бы какого-то общего видения ситуации. Как она возникла, почему, какой она является сегодня. Пока что такого общего видения нет, и поэтому мне кажется, что любой разговор, где бы он ни был, в Москве, в Донецке или в Киеве, закончится ничем, как это не раз было до этого. Но единственное, что остается, это все-таки прекратить стрельбу. Восемь месяцев или девять не стреляли. Может быть, сейчас об этом удастся договориться. 28 числа состоится очередная встреча политических советников. И на этой встрече якобы будет возобновлено соглашение о прекращении огня. Причем украинская сторона даже заявила, что к удивлению, так сказать, вот те предложения, которые были здесь сформулированы, были полностью поддержаны и российской стороной. Но остается, опять-таки, одно очень важное претензии. Украинская сторона не хочет разговаривать с сепаратистами, а кто с ними хочет разговаривать. А российская сторона считает, что украинцы должны разговаривать не с ними, а с сепаратистами. Виктор Мироненко, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Напомню, после приглашения Путина, лидеры непризнанных ДНР и ЛНР также предложили Зеленскому встретиться и начать переговоры, но их обращение офис украинского президента не комментирует. Владимир Путин ответил на приглашение Зеленского встретиться в Донбассе. Для двусторонних отношений Россия готова принять украинского президента в Москве в любое время. Но в Донбассе, по словам Путина, нужно встречаться прежде всего с ДНР и ЛНР. Эти слова прозвучали на переговорах с белорусским лидером. От себя Лукашенко добавил, что Зеленскому нужно научиться дипломатично себя вести. Президент Украины пока не комментирует приглашение, но его пресс-секретарь заявила, что он обязательно отреагирует на приглашение Путина. А пока высказался только советник Зеленского. Алексей Арестович заявил, что никаких переговоров с непризнанными ЛНР и ДНР не будет и не может быть даже в условном пространстве. Но Путин, говорит, он сделал интересную вещь. Сказал переговоры с республиками ЛНР и ДНР. Тем самым, фактически признав их, это словесный выход из минских соглашений, добавил он. Главной сенсацией прошедшего дня стало неожиданное завершение учений в Крыму. Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что цели внезапной проверки достигнуты. Ради этих учений к полуострову устягивались тысячи единиц техники, что вызвало недовольство Украины и Запада. В итоге они продлились всего два часа. Наблюдатели оценили произошедшее как то, что война отменяется. Комментарий политолога Георгий Буфта. Объявив об окончании военных учений, Сергей Шойгу вчера послал мощный положительный импульс российскому фондовому рынку, особенно к курсу рубля, вызвав одномоментное укрепление российской валюты более чем на полтора процента. Такое не всегда даже Центробанку по силам. Уж слишком много было сделано в последнее время резких заявлений касательно этих российских военных учений. Едва ли не все ведущие европейские лидеры отметились по данной теме. От выражения озабоченности до призывов к Москве отвезти войска от границ с Украиной. Этот вопрос поднимался и в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Западные лидеры говорили, что близ границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Если бы воспринимать такие заявления с полной серьезностью, а особенно звучавшие часто сравнение с 2014 годом, то можно было подумать, что вот-вот опять разразится война. Однако изначально было сильное подозрение, что войны не только не хочет никто, но и всерьез такой вариант даже не рассматривают. А переброска российских войск на Запад носила во многом характер показательной акции, призванной продемонстрировать Киеву, что дальнейшие попытки сорвать режим прекращения огня в Донбассе и саботажа Минских соглашений встретят противодействие со стороны Москвы. А вот о масштабах такого противодействия соседям предоставлена возможность гадать в зависимости от богатства их собственных фантазий. Получилось нечто вроде политического покера, а если проще говоря, игра на нервах. На фоне военных учений российские высокопоставленные политики также делали заявление о том, что Москва не даст в обиду жителей Донбасса, тем более, что десятки тысяч их уже имеют российское гражданство. Во время оглашения ежегодного послания Владимир Путин в том числе упомянул красную линию, которую Москва не даст пересекать, но при этом она сама будет определять, где именно такая линия проходит. В этом смысле Сергей Шойгу своим неожиданным приказом о внезапном прекращении внезапной проверки боеготовности показал, что красная линия угроз со стороны Москвы, оказывается, была совсем не там, где все думали и где все ее боялись. Так что получилось, что сначала всех немножко напугали, а потом дали возможность расслабиться. Но не в той форме, чтобы со стороны это выглядело как уступка давлению со стороны того же Запада. Просто учения закончились. Мол, а вы что подумали? При этом, ну так, на всякий случай, командование распорядилось, чтобы тяжелое вооружение осталось на Западе и возвращать его в места постоянной дислокации не надо, а именно на полигоне Погонова в Воронежской области примерно в 160 километрах от границы с Украиной. До тех пор, по крайней мере, пока не закончится, а они закончатся в июне, начинающееся учение НАТО Defender Europe, согласно плану которых одна из основных коалиционных группировок войск Альянса развертывается как раз при Черноморье. Что касается ранее сделанного предложения украинского президента встретиться с Путиным в Донбассе, то российский лидер, выдержав паузу, ответил в том смысле, что если предполагается говорить об урегулировании на юго-востоке Украины, то Киеву надо разговаривать напрямую с лидерами самопроглашенных республик ДНР и ЛНР. Если же о двусторонних отношениях России и Украины, то милости просим в Москву. Поскольку разговаривать напрямую с ДНР и ЛНР Киев категорически пока отказывается, а в Москву в гости к Путину Зеленский вроде как в нынешней обстановке вряд ли поторопится приехать, то есть ощущение, что нынешнее вроде бы спадающее обострение вокруг Украины далеко не последнее в ближайшие недели. И вскоре обнаружатся еще какие-нибудь красные линии, которым будет угрожать несанкционированное пересечение. Но мы пока не скажем, где они проходят. Пусть гадают и тревожатся. Субтитры создавал DimaTorzok